ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 КОМАНД К сожалению, правильного ответа не дал никто, потому что был отправлен 31 регулярный и нерегулярный полк, 5 оренбургских казачьих, 5 уральских казачьих, 19 башкирских и 2 бешарских. АПЛОДИСМЕНТЫ Наш вопрос номер 10, ценой в 30 баллов. Известный оренбургский историк архитектуры, автор работы Оренбург Пушкинский. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мы считаем, что это был Рычков? К сожалению, неверно. Причем очень. Мы считаем, что это Даль. Нет, увы, нет. Правильный ответ – это Виктор Васильевич Дорофеев. Современный историк. АПЛОДИСМЕНТЫ Вопрос номер 12, 30 баллов. Вопрос очень длинный, сложный, поэтому слушаем все внимательно. В известном рассказе Льва Николаевича Толстого «За что?» описана история, в которой жена политического Ссыльного придумала и организовала его побег из ссылки оригинальным образом. Ссыльный притворялся умершим, и его пытались вывести на свободу в гробу. Еще до Толстого об этой истории в середине XIX века писал Владимир Иванович Даль. В 1920-е годы на сцене Малого театра шел спектакль по этому сюжету, и существует даже единоменный балет. В основу этого рассказа положена реальная история, произошедшая в Оренбургском крае в 1830-40-е годы. Назовите прототипов главных героев этого рассказа самого Ссыльного и его жены. Наша команда считает, что прототип взяли балерину Айсидора Дункан и ее муж. Ну, сколько я помню, мужа Майсидора Дункан был Есенина, его никуда ниоткуда не вывозили, поэтому ответ неправильный. Правильный ответ – это польский Ссыльный Винцетти Мигурский и его супруга Альбина Мигурская. Вопрос номер 4, 10 баллов. В каком году и по чьей инициативе был основан в Оренбургском крае первый краеведческий музей, ныне губернаторский историко-краеведческий? Мы считаем, что по инициативе Перовского в 1940-х годах… К сожалению, неверно. Наша команда считает, что это мог быть купец Хусаинов. Увы, но нет. Это 1831 год, а инициатором выступил Оренбургский военный генерал-губернатор Павел Петрович Сухтелен. Аплодисменты. Билет номер 5, 30 баллов. Вопрос одновременно и простой, и сложный. Назовите Оренбургского губернатора, чей род являлся побочной ветвью графов Разумовских. Так, у Бога Руслана есть досрочный ответ. Мы считаем, что это Василий Алексеевич Перовский. Молодцы! Потому что Перовский был внебрачным сыном Разумовского. Вопрос номер 8, 20 баллов. Какое отношение произведения записки несчастного, содержащие путешествия в Сибирь по канату, имеет к истории Оренбургского края? Наша команда посовещалась, и мы выдвинули следующую теорию. Эти самые записки повествуют о жизни ссыльных в Оренбурге. Автор записок был ссыльным. Ну, не совсем так. Это воспоминания, которые написал руководитель Оренбургского тайного общества Василий Павлович Колесников. В них рассказывалось о крахе ячейки декабристской организации в Оренбурге. Вопрос номер 8, 30 баллов. Здесь, мне кажется, простой вопрос. Назовите известного российского композитора, который, будучи в Оренбургской ссылке, создал уникальный вокальный цикл «Азиатские песни» на основе перевода башкирских народных песен. У нас нет ответа. А мы предполагаем, что это был Мстислав Ростропович. Ну, он не совсем композитор, Ростропович. Очень жаль, потому что это Александр Александрович Алябьев. Это известный русский композитор, автор романса «Соловей». Аплодисменты, пожалуйста, давайте попейте. В первом туре лишь одной из команд удалось правильно ответить на вопрос. «Бугруслан» получает 30 баллов, у Орска и Сорочинского городского округа – 0 баллов. Таким образом, по итогам двух конкурсов в лидерах школьники из «Бугруслана» в их копилке – 60 баллов. Орский и Сорочинский городской округ разделяют второе место. Их результат – 10 баллов. Ну, а я предлагаю посмотреть сюжет о уникальном городе Орске. Итак, внимание на экран. Орск – сердце Оренбуржья. Именно с его создания началась история нашей губернии. Город был заложен в 1735 году. Именно здесь должен был располагаться Оренбург. Но областной центр был перенесен, а крепость переименована в Орскую. Общая площадь города – почти 650 квадратных километров. По этому показателю Орск входит в десятку городов России с наибольшей площадью. В Оренбуржье Орск – второй по численности, но первый по промышленному значению. Главные отрасли – цветная, металлургия, машиностроение, нефтехимия, пищевая и легкая промышленность. Муниципалитет сегодня имеет статус исторического города. На его территории 62 памятника архитектуры и 28 памятников истории. Самая известная природная достопримечательность – гора Полковник. Прославила на весь мир – это совершенно непримечательное, на первый взгляд, место уникальное месторождение Яшмы. Мальчики работают с сплоченной командой, и мое дело остается за малым – лишь только выбрать одну наиболее вероятную гипотезу из предложенных ими. Однако огромную влепту в наши вопросы и ответы на них, соответственно, вносит волнение команда, потому что для нас это первый опыт, и мы надеемся на хотя бы второе место. Я напоминаю, в эфире интеллектуальное шоу «Поединок умов. Второй четвертьфинал». Конкурсанты уже прошли половину игры, и мы переходим ко второму туру. Второй тур также начинается с выбора карточек разных цветов. Теперь капитаны команд знают, что от их цвета зависит и уровень сложности. Правильный ответ может принести 10, 20 или 30 баллов. Но на этот раз участники шоу набирали карточки не для себя, а для своих соперников. Бугруслан отдает выбранные карточки Орску. Орск – представителю Сорочинского городского округа. А он, в свою очередь, Бугруслану. Билет номер один – 20 баллов. В связи с каким событием в 1821 году в Оренбурге был установлен памятник обелиск Александру Благословенному? У нас нет ответа. Мы считаем, он получил орден за участие в Отечественной войне. Ой, ему поставили памятник за участие в Отечественной войне. Отечественная война была в 12-м году, а памятник поставили в 21-м. Ничего, так долго ждали тогда? Нет, неверно. Ну, это лишь означает, что по Оренбургу, наверное, мало гуляли, потому что точная копия этого памятника у нас сейчас восстановлена на набережной. Сам памятник в 1821 году, обелиск Александру Благословенному, был поставлен за то, что город в 1821 году, благодаря стараниям Александра I, был освобожден от воинского постоя, от этой тяжелой, обременительной повинности гража. Наш вопрос номер 11, ценой в 10 баллов. Стараниями этого оренбургского губернатора в Оренбургском крае появилось учебное заведение, в названии которого было увековечено имя Ивана Ивановича Неплюева. Наша команда считает, что это Перовский. Увы, это не Перовский. Это военный губернатор Петр Эссен, который учредил в 1825 году Оренбургское Неплюевское военное училище. Вопрос номер 5, 20 баллов. Кто из оренбургских военных губернаторов являлся по происхождению князем? Наша команда предполагает, что этим военным губернатором был Волков. Мы считаем, что этим губернатором был Эссен. Нет, не Эссен. Катянин? Тоже нет, к сожалению. Вообще речь идет о князе Григорию Семеновичу Волконском. Только он был князем у нас. Вопрос номер 3, 20 баллов. Когда начала выходить и как называлась первая официальная газета Оренбургского края? В Сорочинской есть досрочный ответ, пожалуйста. Мы посовещались и считаем, что газета называлась «Оренбургские губернские ведомости» и начала выходить она в 1865 году. Почти правильно. С газеты вы угадали, ребят, но год не тот. Это январь 1838 года. 10 можно, наверное, засчитать. Билет номер 12, 20 баллов. Несмотря на запрет рисовать в ссылке, Тарас Григорьевич Шевченко в Оренбурге все же рисовал. И сохранился портрет, на котором Шевченко изобразил очень влиятельную даму, о ком идет речь. Богу Руслан, ваш ответ. У нас нет ответа. Другие команды. Уорск, пожалуйста. Наша команда считает, что он изобразил жену Перовского. У Перовского не было жены. Жену губернатора Неплюева? Вообще нет, потому что Неплюев – это 18 век, а Шевченко – 19. Ребят, вопрос в хронологии. Шевченко был не только при Перовском, но и при губернаторе Обручеве. Вот супругу Владимира Афанасьевича Обручева, Матильду Обручеву, Шевченко изобразил. Вопрос номер 7. 30 баллов. Польский ссыльный, ставший одним из инициаторов и руководителем первого в Оренбургском крае музея. К сожалению, у нашей команды нет ответа. Другие команды. Ну хорошо. Это Томаш, в русском варианте Фома Зан, который был сослан в Оренбург в 1824 году в качестве участника тайного общества города Вильно. Вопрос номер 11. 30 баллов. В уставе этого известного Оренбургского учебного заведения была обозначена следующая задача – способствовать сближению азиатцев с русскими, доставлять этому отдаленному краю просвещенных чиновников. О каком учебном заведении идет речь? Пожалуйста, время закончилось. У нашей команды нет ответа. Возможно, это было медресе Хусейнова. Нет, это не медресе. Еще какие-нибудь известные учебные заведения в Оренбурге. Мы считаем, что это не Плюевское военное училище. Это не Плюевское военное училище, это не Плюевский кадетский корпус. Молодцы. Во втором туре наибольшее количество баллов набирает Орск. Сорочинский городской округ получает 10 баллов. Команде из Бугуруслана не удается ответить правильно ни на один вопрос. Таким образом, турнирная таблица выглядит следующим образом. На первом месте Бугуруслан у команды 60 баллов. Следом за ними Орск. Их общий результат – 40 баллов. И замыкает список Сорочинский городской округ с 20 баллами. А я напоминаю, что сегодня в игре поединок умов у нас участвуют три команды. Это из города Бугуруслан, Орск и Сорочинский городской округ. С двумя территориями мы уже познакомились. Пришло время узнать о Сорочинске. Итак, внимание на экран. Сорочинская крепость основана в 1736 году по приказу начальника Оренбургской экспедиции Ивана Кириллова. Несмотря на свои небольшие размеры, она считалась главной на Самарской дистанции. Крепость была военным форпостом юго-восточных границ российского государства. Почти через 140 лет на этом месте открыта железнодорожная станция. Движение поездов в построенной магистрали началось с января 1877 года. Среди первых пассажиров, проехавших по ней, был великий русский писатель Лев Николаевич Толстой. В местных краях бывал и Александр Сергеевич Пушкин. Он собирал материалы для написания повести «Капитанская дочка» и истории Пугачевского бунта. В военные годы в Сорочинске начинает активно развиваться промышленность. На территории городского округа обнаружено несколько перспективных месторождений нефти и газа. Сорочинск стал третьим в области центра по добыче черного золота. Наша команда собиралась вместе. Мы обсуждали темы, которые будут на данном конкурсе. Заучивали возможные вопросы. Читали учебники по истории нашего края. Финальное испытание поединка умов – видеовопросы. Их приготовили сами конкурсанты. За правильный ответ присуждается 30 баллов. Сам оригинальный вопрос также будет отмечен жюри. Команда, подготовившая лучший ролик, получит 10 дополнительных баллов. Добрый день, уважаемые участники игры. Перед вами портрет урожанки Оренбургской области Ирины Ивановны Клыковой. Ирина Ивановна была награждена уникальной медалью. За все время существования СССР ею было награждено 46 женщин. Назовите награду. Мы посовещались и решили, что она была награждена Орденом Героя Советского Союза. Мы считаем, что она была награждена Героем Орденом Ленина. Нет, видеоответа нет, поэтому, ребята, пожалуйста. Это награда Флоренс Нейтингейл. Флоренс Нейтингейл – это английская сестра милосердия, которая во время Крымской войны помогала раненым солдатам. Давайте поаплодируем такому ответу. 24 июля 1891 года в ходе Большого Азиатского путешествия город Орск посетил цесаревич Николай Александрович, будущий император Николай II. Вопрос. В каком здании был организован прием будущему императору и кому она принадлежит на сегодняшний день? У нас нет ответа. Сорочинск? У нас нет ответа. Августейшую особу принимали в доме купца Назарова, о чем свидетельствует мемориальная доска. В 2017 году хозяйка дома Елена Суханова, ныне проживающая в Москве, передала строение женского монастыря Иверской иконы Божьей Матери. Здравствуйте, уважаемые участники! Я представитель команды Сорочинского городского округа. За моей спиной находится старейшее учреждение образования нашего города, а рядом с ним памятный объект, посвященный этому литературному произведению. Внимание, вопрос! Что это за объект и какому именно произведению он посвящен? У нас у Орска досрочный ответ. Мы считаем, что там возведут памятник Александру Сергеевичу Пушкину, связанный с произведением «Капитанская дочка». Это единственный в России памятник, посвященный произведению Александра Сергеевича Пушкина «Капитанская дочка». По итогам видеовопросов Бугруслан не получает ни одного балла. Сорочинскому городскому округу за лучший вопрос жюри присуждает 10 баллов. Правильно ответить на видеовопрос могла только команда из Орска. Школьники из восточной столицы смогли подняться на первую строчку турнирной таблицы. Их итоговый результат – 70 баллов. На втором месте Бугруслан. В единке умов они смогли заработать 60 баллов. На третьем месте – Сорочинский городской округ. Их результат – 30 баллов. Второй четвертьфинал закончен. В полуфинале мы встретимся с командой из города Орска. Именно эти ребята показали свои лучшие результаты в истории родного края. Ну а тем, кто не прошел, ребята из Бугруслана и Сорочинского городского округа, я советую вам не расстраиваться и не отчаиваться. Ну а я напоминаю, уважаемые телезрители, с вами мы увидимся ровно через неделю в это же время, в этом же зале мы сыграем новую игру. Это уже будет третий четвертьфинал. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова